А знаете ли вы, что у детей так же, как и у взрослых, может быть инсульт? И снова здравствуйте, дорогие слушатели моего канала «Медицин. Простыми словами». Это доктор Горишин. И сегодня я хотел бы затронуть тему, связанную с инсультом. Но только не у взрослых, а у детей. Хочу еще раз повторить, что мой канал – это чистый информационный канал. И я ни в коем случае не призываю вас к самодиагностике или саморечению. Цель моего канала – это подтвердить или опровергнуть устойчивые в обществе медицинские утверждения с помощью научных и медицинских фактов, а также предоставить на ваше рассмотрение интересные клинические случаи. Таким образом, моя цель – это предоставить вам необходимую научно-популярную информацию относительно вашего здоровья и понимания болезненных состояний простыми словами, которые не перегружены профессиональными медицинскими определениями или дефинициями. Как всегда повторюсь, в случае подозрения у вас или ваших родных в болезненных состояний или заболеваний, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться с вашим врачом. Пожалуйста, не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Спасибо за понимание. Как я уже сказал ранее, сегодня я хочу рассмотреть не совсем обычный случай, а именно инсульт у детей. Ответ на поставленный вопрос – может ли быть инсульт у детей? Да, может. Но как такое возможно, спросите вы. По данным, которым я обладаю, самый ранний случай был зафиксирован у 4-летнего ребенка. А если точнее, ребенка было 3 года и 9 месяцев. Это напрямую было связано с таким диагнозом, как гомоцистинурия. То есть в столь юном возрасте можно получить инсульт головного мозга. Ну, конечно же, инсульты у детей могут происходить по ряду других причин. Но это вне рамок сегодняшней нашей беседы. Итак, что же такое инсульт? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапно в течение нескольких минут, часов, появлением неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов и может приводить к смерти больного. Что же такое тогда неврологическая симптоматика? Это то, что врач обычно видит при осмотре пациента. Это может подсказать ему, врачу, какие отделы центральной или периферической нервной системы могут быть поражены. Теперь давайте разберемся, как инсульт в принципе может возникнуть у ребенка. Знаете ли вы такой диагноз гомоцистинурия, который я упоминал ранее? Давайте, как всегда, переведем это название на обычный язык. Гомоцистин – это аминокислота, которая является промежуточным продуктом метаболизма, неизменимой аминокислоты метионин, а также его дополнительным источником. Урия – это от греческого ория или урия, переводится как моча. Таким образом, называя это заболевание простыми словами, гомоцистинурия – это наличие избыточного количества аминокислоты гомоцистеина в организме, который вследствие своей избыточности обнаруживается в моче, зачастую приводящий к острым нарушениям мозгового кровообращения. Гомоцистинурия может быть врожденным дефектом одного из ферментов или приобретенным заболеванием. Если дефект врожденный, он связан с ферментом, который называется цистеанин-бета-синтетазм. В случае, если заболевание приобретено, это в большинстве случаев недостаток витамина или витаминов, участвующих в обмене метионина. Однако, основной причиной гомоцистеинурии является вовсе не сам гомоцистеин, а незаменимая аминокислота метионин. Накопление гомоцистеина происходит потому, что метионин не может перейти в другую условно заменимую аминокислоту цистеин. Происходит накопление условно заменимой аминокислоты гомоцистеин. Вот этот самый гомоцистеин и является причиной инсульта у детей подросткового возраста. Кстати, в российской, советской терминологии это же заболевание называется гипергомоцистеин иммия, или повышенное содержание аминокислоты гомоцистеин в крови. В чем же дело, спросите вы? Может, надо просто не употреблять метионин? К сожалению, это только в теории можно не употреблять метионин в повседневной жизни. А на практике я хочу представить вам таблицу продуктов, содержащих метионин. И как вы видите, это очень проблематично, если просто невозможно ограничить диету метионином, поскольку он содержится вообще во всех продуктах, как мясных, так и овощных, зерновых, бобовых и многих других. Поэтому, чтобы избежать его употребления в диете взрослого человека, а тем более в диете растущего, детского организма, это просто невозможно. В общем, роль метионина в организме неоценима. Метионин – это в прямом смысле слова незаменимая кислота, которая помимо того, что является одним из источников глюкозы, она также используется для синтеза многих важных для организма веществ, например, таких как креатинин, который является важным показателем деятельности функции почек, адреналин или эпинефрин – это вещество для передачи нервного импульса, холин, который является предшественником ацетилхолина – это важный нейромедиатор, и одна из важнейших функций – это обезвреживание чужеродных соединений, блокирование гормонов и медиаторов. В организме метионин превращается в другую аминокислоту – гомоцистеин, которая является, как я уже упоминал, промежуточным продуктом метаболизма метионин. Учитывая роль метионина в нашем организме и его интенсивное использование в различных важных процессах, гомоцистеин – это необходимый резерв для его метионинопополнения. Как вы видите, на схеме обмена метионина есть важный фермент, или в иностранной литературе вы еще встретите такое название, как энзим, что одно и то же, способствующий превращению гомоцистеина в цистотеанин. Мы его уже упоминали, и он называется цистотеанин-бета-синтетаз. Так вот, если этого фермента по каким-то причинам недостаточно, или он отсутствует, то есть им произошла мутация, то, соответственно, происходит накопление гомоцистеина, поскольку он в дальнейшем не может превратиться в цистотеин. Стоп! Но ведь на схеме гомоцистеин может превращаться обратно в метионин, и это реакция двухсторонняя. В чем же проблема? А проблема в том, что потребность в метионине в растущем организме велика, и избежать потребления метионина, как мы уже говорили ранее, не представляется возможным. Исправный фермент цистотеанин-бета-синтетаза и необходимый для обратной реакции витамины, например, такие как B6 или передоксин, B9 или фолиевая кислота, B12 или кабаламин, справляется с этой задачей. Однако дефект в работе фермента приводит к накоплению гомоцистеина в больших количествах пропорционально под потребностям метионина. Дополнительная проблема возникает в связи с широким распространением метионина в продуктах питания, его массивным поступлением в интенсивно растущий организм и, возможно, отсутствием знаний о заболевании самих родителей, например, трудностью и или нежеланием соблюдать диету ребенка. Чем же опасно повышенное накопление гомоцистеина или гомоцистеинурия? Это заболевание, которое затрагивают многие органы и системы органов, такие как соединительную ткань, мышцы, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система и многие другие. Такие дети высокого для своего возраста роста, с деформированным скелетом, у них длинные паучьи пальцы, выпуклая, келевидная или вогнутая грудная клетка. Также у этих детей с диагнозом гомоцистеинурия, деформированная стопа, аркообразная и так называемые икс-образные ноги, смещение или диспозиция хрусталика вниз и внутрь. А также нарушения со стороны ЦНС, такие как интеллектуальная недостаточность, психические расстройства, судороги, а со стороны зрения близорукость, атрофия оптического нерва, лоукома и катаракта. Однако самые губительные последствия, напрямую связанные с инсультом, это накопление гомоцистеина в сосудах. Когда гомоцистеин накапливается в организме, он, проходя через кровеносные сосуды, запускает процесс атеросклероза, вызывая воспаление и повреждая стенки сосудов. Таким образом, в сосудах происходит накопление холестериновых бляшек. Также гомоцистеин способствует склеиванию тромбоцитов. Этот процесс называется агрегация, делая кровь гуще, то есть увеличивая вязкость крови, что в совокупности с воспалением ведет к закупорке сосудов или процессу тромбообразования. В том числе, это касается сосудов головного мозга. Атеросклероз в этих сосудах вызывает остановку кровоснабжения к отделу мозга, или так называемое кислородное голодание. А это, в свою очередь, приводит к инсульту головного мозга. А на этом слайде я привел пример того, как на МРТ выглядит инсульт, связанный с гомоцистеинурией. Я не могу обойти стороной информацию, касающуюся лечения гомоцистеинурии. Итак, высокие дозы витамина В6 или передоксина, диеты с низким содержанием протеина, особенно метианина и серы, бетаин для снижения содержания гомоцистеина, а также добавление нормальных в доз фолиевой кислоты или витамина В9. Периодическое добавление цистеина в диету для нормальной выработки глутатиона, который является мощным антиоксидатом и удаляет вредные вещества и свободные радикалы. Уважаемые слушатели моего канала, медицины простыми словами. Надеюсь, что я ответил на вопрос, поставленный в начале. А знаете ли вы, что у детей, так же как и у взрослых, может быть инсульт? В заключение я хочу напомнить, что ранее уже упоминал, что гомоцистеинурия может встречаться и во взрослом возрасте. Однако это исключительно связано с недостаточным поступлением витаминов В6, передоксин, В9, фолиевой кислоты или В12, кабаламин. Конечно, во взрослом состоянии клиническая картина будет совсем иной, нежели чем развитие симптомов в детском возрасте. Она будет связана в первую очередь именно с недостатком витамин. А поскольку это связано с недостаточностью витаминов, то этот пробел может быть заполнен диетой с достаточным поступлением этих витаминов. Спасибо за внимание, дорогие подписчики и слушатели моего канала Медицина простыми словами. Если вам понравилось это краткое объяснение, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Медицина простыми словами. И распространяйте эту информацию среди ваших родственников, друзей и знакомых. Спасибо вам за внимание и будьте здоровы!